К отопительному сезону готовы. Коммунальщики Удачного провели плановый ремонт и профилактику оборудования на объектах тепловодоснабжения. Сели запланированные объемы выполнены, узнавала Ирина Балкова. Готовность на 90-95%. Объекты тепловодоснабжения города – это единый организм. И очень важно, чтобы они функционировали как одно целое. Незначительные сбои на отдельных участках могут негативно сказаться в целом на системе и привести к негативным последствиям. Поэтому специалисты предприятия тепловодоснабжения всегда уделяют огромное внимание ежегодному ремонту и профилактике оборудования в летний период. В настоящий момент оно прошло испытание и готово к запуску. В зиме готово на 95% уже. Мы готовы запуститься. Сейчас идет ревизия и ремонт резервного оборудования. Основное оборудование уже отремонтировано. Готовы к пусту котлы, водогрейные насосы полностью. Мы готовы дать отопление. Полностью отремонтировали котловое оборудование, насосное оборудование. То есть провели испытания всех электрических проводок, электрических сетей. В принципе осталось мелкий ремонт, который не повлияет на запуск котельной в работу. Готовы на 100%. По программе техперевооружения ожидается поставка на площадку дополнительного насосного оборудования, электрических шкафов. Но, как утверждают специалисты, его монтаж не повлияет на запуск котельных. Выполнены специалистами ПТВС не только ремонтные работы на сетях ТВК, но и заменены электрокабели, отремонтированы кровли и фасады на объектах жизнеобеспечения. Выполнено уже ремонт фасада насосной станции водоочистной, ремонт водоотводящего покрытия насосной станции водоочистной. Котельная у нас на сегодняшний день, оборудование готово на 100%, хоть сегодня можем запуститься. Водоочистная также, то есть мы произвели ревизию всего оборудования, выполнили косметический ремонт помещений, то есть здесь вопросов не возникнет. Хоть сегодня готово запуститься. Тепло в каждый дом. Чистая вода – залог здоровья. Объекты тепловодоснабжения готовы к зимнему отопительному сезону. Ирина Балкова, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край».